Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Слухи о тайных романах, несостоявшийся брак с известной актрисой и звездные роли романтика-актера Сергея Перегудова. В начале нулевых российское кино открыло харизматичного, яркого и многогранного актера Сергея Перегудова. Сейчас на его счету не один десяток интересных ролей. Критики считают, что своей великолепной игрой, взглядом, мимикой он способен спасти даже самый посредственный фильм или спектакль. По утверждению же поклонников, актер, красавец, романтик создает незабываемые характерные образы. И даже если герой отрицательный, восхищаться им просто невозможно. В жизни звезда экранизации, Сонька Золотая Ручка, адъютанты любви, агент особого назначения, невероятно открытый, интеллигентный и скромный человек. С бездной обаяния и притягательностью. Всегда он охотно рассказывает о происходящем на съемочной площадке или сцене, но предпочитает держать в секрете свою личную жизнь. Родные места Сергея – суровый крайний север. Именно там, осенью 1981 года, в городе Надым, он и появился на свет. Никто из его близких не принадлежал к миру искусства. Родители Сергея совсем молодыми приехали в Янау с одной целью – улучшить свое материальное положение. С раннего детства Сергей обожал смешить окружающих, однако о актерстве он не мечтал. Тем не менее, круг его увлечений был достаточно обширным. Он занимался спортом, осваивал электрогитару, посещал кружок художественной самодеятельности, КВНы, играл в школьном театре и даже смог стать балеру, лихо крутить поэты. Правда, такого же усердия к школьным предметам Сергей не проявлял и совершенно не любил читать книги. На это педагоги закрывали глаза, ведь ученик часто участвовал в разных мероприятиях и защищал честь своей школы. Поэтому в табеле местной знаменитости всегда стояли приличные оценки. После получения аттестата Сергей прислушался к совету родителей и поступил в гуманитарный вуз на экономическое отделение. Творческая натура Сергея смогла выдержать скучные лекции только год. Бросив институт, он подался в Санкт-Петербург, успешно сдал экзамены в театральный вуз и попал в мастерскую ПАЗе. В 2004 году Сергей и все его однокурсники были зачислены в штат театр имени Ленсовета. На сегодняшний день талантливый актер имеет весомый багаж классических и современных спектаклей. Зрители его любят и доверяют, а он, в свою очередь, с ними максимально честен и искренен. По служном списке Сергея есть работы, удостойные престижными наградами и премиями «Золотой софит», «Золотая маска» и еще один «Золотой софит» за роль Клавдия в постановке «Гамлет». Дебют в кино состоялся с участием в съемках продолжения детектива «Убойная сила 4». Параллельно начинающего актера задействовали в комедии «Вовочка» и исторической фантастики «Русский ковчег». Широкую известность принесла ведущая роль великого князя Константина в ленте «Адъютанты любви». Кроме того, актеру предложили перевоплотиться в аспиранта Гущина в «Мистике вепрь» и в симпатичного оборванца в мелодраме «Принцесса и нищий». Вскоре Берегудову представилась возможность закрепить свой успех. Его утвердили на роль в биографической картине «Сонька. Золотая ручка». А также во многих других картинах. Не буду их перечислять. Думаю, многие поклонники знают фильмографию этого замечательного актера. С каждым годом творческая биография харизматичного актера пополняется все новыми интересными проектами. В свою личную жизнь обаятельный актер старается скрыть от посторонних глаз. Наверное, поэтому поклонники уже не раз его женили и приписывали романы с коллегами по съемочной площадке. Актера действительно часто видят с красавицами актрисами, партнершами. Однако, по его утверждению, их связывают только рабочие процессы. И все же, Сергею совершенно не верят, что между ним и Настей Микульчиной, исполнительницей «Соньки. Золотой ручки», не было служебного романа. А также, что не было в реальности страсти к актрисе Татьяны Арнгольц, с которой они вместе сыграли в картине «Виктория» и еще во многих других картинах. Перебеждать поклонника в обратном Сергей устал, однако признался, «Моей женой могла бы стать актриса Анна Ковальчук. Мы испытывали друг другу серьезные чувства. Правда, до брака дело так и не дошло. Мы расстались и остались друзьями. Она прекрасная женщина и замечательная талантливая актриса». Немного позже Сергей появился с девушкой по имени Александра. Она по профессии медик. Информации о том, предлагал ли актер рукой сердца девушке или создать семью, такой информации нет. По-прежнему ли влюбленные вместе, тоже для поклонников осталось загадкой. В женщине Сергей ценит ум и чуткость. Внешние данные, как говорит актер, конечно важны, но с возрастом они отступили на второй план. На данный момент Сергей задействован в трех проектах. В детективе «Дама с собачкой», комедии «Синдром отложенного счастья» и в мелодраме «Когда закончится февраль». Свободное время он предпочитает проводить очень активно. Занимается экзотической вьетнамской борьбой. Катается на лыжах и коньках, если позволяет погода, делает длительные прогулки на велосипеде. Хочется пожелать этому актеру всего самого лучшего, всего самого замечательного. Конечно, побольше новых проектов и главных ролей. Всем большое спасибо за внимание, всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.